Всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале, с вами Дарья. И в этом видео я хочу вам рассказать о своих средствах, которыми я смываю макияж с век. Я пользуюсь специальными средствами, потому что, к сожалению, моя проблема это сухая, наверное, даже обезвоженная кожа век. И кроме того, уже появляются очень очевидные возрастные проблемы в виде морщин, заломов. Поэтому только двухфазные смывки, которые содержат в составе масла, только ими я могу пользоваться. Если вы тоже пользуетесь двухфазными смывками, то, пожалуйста, досмотрите видео до конца. Возможно, оно станет для вас полезным и подскажет вам, какие средства еще можно попробовать. В сегодняшнем видео я хочу показать вам 4 смывки, которыми я на данный момент пользуюсь. И пусть вас не удивляет их количество, потому что на самом деле смывка очень быстро уходит у меня. То есть одной баночки хватает буквально на несколько недель. Поэтому в качестве эксперимента я открыла все средства, которые у меня были, чтобы вам рассказать не об одном средстве, а хотя бы о 4 в данный момент. И сегодня в моем списке присутствует двухфазная смывка от Mary Kay, двухфазная смывка от корейского бренда Etude House, также двухфазка от бренда Uriage и двухфазка от Chanel. То есть получается, что сегодня у нас сравниваются каталожная, аптечная, корейская и люксовая косметика. Начну, наверное, с явного антифаворита моего списка, это смывка от Mary Kay. У меня осталось уже ее совсем немножко, специально оставила вам показать. И мне так хочется побыстрее ею допользоваться, что сейчас расскажу и поставлю ее на полочку, чтобы она быстрее у меня закончилась. Сначала о преимуществах. Во-первых, мне очень нравится оформление, такое милое светло-розовое оформление у баночки. Я вообще питаю страсть, склонность, не знаю, к таким розовым упаковкам, поэтому, конечно, если я увижу такие розовые баночки, то я их куплю. Это относится не ко всей косметике, но к той, которая меня интересует, это 100% относится. Еще к плюсам хочу отнести то, что средство не имеет красителей. Это очень актуально для тех, кто носит, например, контактные линзы. Ну, не знаю, линзы я не ношу. Насколько краситель может повлиять, точно не скажу. Но для чувствительных глаз это может сыграть свою роль. Поэтому несомненный плюс этого средства в том, что нет красителей. Объем стандартный 100 мл. Практически все смывки двухфазные, которые имеются, они имеют такой объем. Смешивается очень просто, эмульгируется. Но что мне не понравилось, то, что при нанесении на ватный диск это средство какое-то становится суховатое. То есть, как не прикладывать диск к глазам, все равно ощущаешь какую-то сухость. То есть, для того, чтобы смыть макияж, тени или подводку, нужно будет приложить какие-то физические усилия. Вообще, чаще всего такие средства должны растворять макияж и очень легким движением спонжа удалять его с век. Но с этим средством почему-то такого не происходит. Его нужно очень много лить, очень большой расход появляется. И все равно оно какое-то маслянистое, грубое и суховатое. Вот этим мне совсем не понравилось. Поэтому я допользую и больше покупать не буду. Ну и кроме того, стоимость в районе 1000 рублей тоже говорит сама за себя. Поэтому для такого качества я считаю, что цена завышена. На втором месте моего рейтинга находится смывочка от бренда Урияж. Это аптечный бренд. И он заявлен как гипоаллергенное средство. Ну, состоит тоже, как можно увидеть, из двух фаз. Это маслянистое и мицеллярная вода. То есть, масло и мицеллярная вода. Вот что мне не понравилось здесь однозначно и сразу, то, что средство окрашивает спонж. То есть, есть в составе красители, которые, к сожалению, могут так или иначе повлиять в плане ухудшения на чувствительную кожу век или на аллергичную. Вот, поэтому для аптечного средства я считаю недопустимым вводить какие-то красители в состав. Кроме того, мне тоже не понравилось, как и в предыдущем средстве от моряки, мне не понравилось то, что средство суховатое. То есть, больше масла ощущается на спонже и тоже не так хорошо растворяет макияж это средство. И поэтому получается, что расход у него большой. Нужно весь спонжик смочить для того, чтобы был какой-то эффект демакияжа. Маслянистость, вот многие говорят, что качество двухфазной смывки, оно определяется тем, раздражает глаза масло или не раздражает. Я считаю, что если масло есть в составе, то от эффекта маслянистости в глазах никуда не деться. Ну, где-то больше, где-то меньше. Но масло всегда будет ощущаться, потому что оно есть. Оно есть больше для того, чтобы ухаживать за кожей век, чтобы кожа век не сохла, не пересыхала во время демакияжа. И, конечно, масло ощущается. Но не так, как будто вы из пипетки закапали себе в глаза, но все равно оно немножко ощущается. И так во всех средствах. Я не считаю это минусом, потому что все это легко удаляется при умывании водой. И я не буду ставить это в минус. Но да, масло ощущается. Но здесь же мне не понравилась явная сухость этого средства и то, что есть краситель в составе. На третьем месте моего рейтинга находится двухфазная смылочка от Chanel. Здесь все прекрасно. Она превосходно увлажняет кожу век. Нет такого раздражения, как от сухости. Превосходно смачивая диск, нужно буквально несколько раз приложить к ватному диску. Очень удобная упаковка, носик. Мягкие бока позволяют выдавить столько средств, сколько необходимо, не переливая его. Но такая упаковка, она имеет и небольшие минусы, потому что вот так как она плоская, она может падать с раковины, с полочки. И у меня частенько такое происходит, что из-за того, что упаковочка плоская, она очень часто улетает на пол. Также мне не совсем понравилось то, что в этом средстве тоже есть красители. Но красители мне не раздражают кожу век, но однако те, у кого чувствительные глаза, то нужно быть аккуратнее. Отдушка очень приятная у этого средства, но самый минус заключается в цене. Стоит около 2000 без скидок, поэтому не совсем приятная цена. И да, я могу рекомендовать это средство для тех, кому интересно, для тех, кто может себе позволить. Потому что очищает очень хорошо, качественно и буквально за одно применение. И кожа увлажненная, нет такой сухости, как с более масляными составами. Но цена это, конечно, очень большой минус. Еще к явному минусу можно отметить то, что средства после вскрытия используются в течение 6 месяцев. То есть у всех остальных средств, которые у меня были, этот срок составляет около года. За 6 месяцев, конечно, реально использовать эту смывку. Но если вдруг такое случится, что она простоит какое-то время, и вы не будете ею пользоваться, то она может просто испортиться. И последнее средство в моем рейтинге. На первом месте находится вот такая смывочка от бренда Etude House. И на первом месте она находится не потому, что это корейский бренд, и я, может быть, кому-то может показаться предвзятое, отношусь к корейским брендам. На самом деле нет. Смывка на самом деле очень уникальная. И начиная от того, что стандартный объем 100 мл, очень легко эмульгируется, не содержит красителей в составе. Это такая упаковочка-обманка, крашеная упаковочка. На самом деле средство без красителей. Очень легко смачивает ватный диск. Никакой сухости при демакияже не ощущается. И даже есть увлажнение. То есть по качеству очищения один в один, как смывочка от Chanel. Но самое приятное, это цена этого средства, потому что стоит эта баночка около 300 рублей, ну 300-400, плюс-минус. Я чаще всего покупаю эти смывки на сайте Jules за 7, по-моему, долларов на скидках. Сейчас точно вам не скажу. Но цена намного меньше, в несколько раз меньше, чем у смывки от Chanel. Поэтому это явный лидер на сегодняшний день для меня в двухфазных средствах для демакияжа век. Очень приятная. Небольшая маслянистость также ощущается. Ну, я как говорила, уже она везде ощущается. Поэтому это не недостаток. Лично для меня вот все хорошо в этой смывке. И цена, и качество, и удобная упаковка, она по ощущениям такая матовая, то есть не будет выскальзывать из рук. Очень всем рекомендую попробовать. Если вы еще ни разу не пробовали, то обязательно закажите и попробуйте эту смывочку. Вот на этом у меня все. Рассказала вам о тех смывках, которыми я на сегодняшний день пользуюсь. И если вы в комментариях поделитесь вашими любимыми смывками для век, лучше двухфазными, то я с удовольствием их тоже протестирую и расскажу в следующих видео о том, понравились они мне или нет, о том, как они работают. И, в общем, ваши данные, которые вы сможете написать в комментариях, они могут быть полезными для очень большого круга людей. Поэтому, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока!